Валерия Макарова 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 Так же И когда В каких фильмах Мы рассказывали о Самаре В селе Старая Бинарадка Началось строительство дома Для Деда Мороза Дляструба Специально заготовили 80 качественных бревен И в скором времени Дедушка будет принимать работы А пока на стройплощадке Побывала Мариана Мирная Сейчас в это сложно поверить Но я нахожусь В самом центре Будущей избушки Дедушки Мороза С каждым днем У этого дома будут появляться стены все выше и выше, появится крыша, и дом переедет на площадь Куйбышева. Главное, чтобы меня внутри не оставили. 7,5 на 7,5. Мастеровитыми руками плотников прямо на глазах возводится дом из бруса. 50 квадратов для особенного жителя. В этом доме будет жить Дед Мороз, который должен на днях подъехать, где-то уже едет. Скоро должен подъехать. Он будет жить в этом доме. Рубить мы начали сегодня. А брено готовить вчера начали. Эту конструкцию, чтобы собрать, по-честному, надо две недели. Ну, как сроки сжатые тут. Постараемся, чтобы к приезду Деда Мороза был готов. В старой бинарадке просьбу построить дом для самарского Деда Мороза приняли с честью. Сразу приступили к работе. Говорят, строение получится добротное и экологичное. Но что будет внутри, пока остается секретом. В доме Деда Мороза, как он будет выглядеть, знает только сам Дед Мороз. Потому что он со своими помощниками это все и оформляет. И рассказывать он будет там свою собственную историю. Ну, а без сказочной елки Деда Мороза, с которой он приедет, естественно, в доме не обойтись. Но все остальное, конечно, мы увидим, как только Дед Мороз откроет двери своей избы. В конце декабря избушку установят на главной городской площади. Оградят забором и даже лесом, чтобы все желающие могли пройти по волшебному лабиринту, сходить в гости к Дедушке Морозу и загадать заветные желания. Марьяна Мирная, Василий Колдашов. События. Больше 120 километров гирлянд и около 20 тонн ледяных скульптур. С таким размахом Самара Новый год отмечает впервые. Праздничная иллюминация, ледовый городок на площади Куйбышева. Чем еще будут удивлять самарцев, знает наш корреспондент. На улице минус 23. Синоптики сообщают, морозы аномальные. Электромонтер Самары Горсвиттер Виктор Явкин и его команда не унывают. Осталось украсить световыми гирляндами еще 200 деревьев и можно отдыхать. Работа осложняет погодные условия. Низкие температуры. Машина, соответственно, тоже капризничает. Не хочет работать, заверзает масло. Ну и самим тоже холодно, но работа не останавливается. Заведутся целый день. По поручению главы Самары Олега Фурсова деревья впервые украшают зимние иллюминации. В этом году Самара будет сверкать ярче всего. На сегодняшний день украшено 789 деревьев и работа еще ведется, продолжается. Освещение очень красивое. Каждый вечер Самара загорается яркими огнями. Особенно радует в этом году улица Ленинградская. Там и карета, и большая елка наряжена. Выглядит прекрасно. На главной площади города иллюминацию планируют включить 25 декабря. К тому же сроку питерские скульпторы обещают достроить там традиционный ледяной городок. Главным украшением площадки станет мини-копия стадиона Самара-Арена, который строил чемпионат в мире по футболу 2018 года. Мы уже два года назад делали объект, и в этом году нас решили опять пригласить. 29 числа полная, окончательная, можно сказать, готовность площади. Это время открытия дома нашего Самарского Деда Мороза. Часть работы вы уже видите, да, забор устанавливается уже, и волшебный лесной лабиринт создается. Каждая ледовая скульптура будет подсвечена с помощью смонтированной иллюминации. Высота отдельных фигур будет достигать двух метров. В этом году темой ледового городка стали символы Самары. Лед для этих скульптур везли с самого Урала. Сергей Ромашов, Максим Гусев, События. В преддверии Нового года самарские школьники отправились с подарками в приют для животных. Эта акция уже стала для них традиционной. В награду за неравнодушие дети смогли пообщаться с четвероногими и пернатами, а также познакомиться с экзотическими питомцами приюта. В доброй акции поучаствовала и Алина Чемерис. На первый взгляд обычная двухкомнатная квартира. Только жители здесь пернатые, четвероногие и присмыкающиеся. Сегодня питомцы приюта встречают гостей самарских школьников. В преддверии Нового года они пришли не с пустыми руками. Четвероклассник Тамерлан вместе с товарищами гордо вручает хозяйке приюта подарки для его жителей. Часть жителей планеты, им надо помогать из-за этого. Ведь если бы мы на их месте оказались, а нам не помогали, мы бы так и могли бы погибнуть из-за голода, из-за мороза. Сурикаты, кошки, попугаи – здесь только те животные, которым разрешено работать с детьми. На самом деле в приюте их гораздо больше. Вот такие подарки для них приготовили школьники. Здесь корма, кошачьи и собачьи, наполнители для туалетов, сами туалеты, газета, посуда. Все это куплено на средства родителей и даже на карманные деньги самих ребят. В гости в приют ученики 64-й школы приходят уже во второй раз в благодарность за подарки, экскурсии по мини-зоопарку и возможность познакомиться с экзотическими животными. Многие именно здесь впервые увидели ласку и сурикатов, пообщались с попугаем Ара и обезьяной. По словам их учителя Светланы Левченко, после таких акций дети начинают более бережно относиться ко всему, что их окружает. Помимо предметного обучения в школе должно быть еще воспитание личностей. И очень важно уделять внимание именно при учении к добру, к эмпатии. Я вижу по детям, что они стали более отзывчивы даже в отношении друг с другом. Перевоспитывать взрослых – это уже поздно. Начинать нужно с детей. И когда проводят вот такие акции, когда дети участвуют в спасении животных, это очень большого стоит. И думаю, из таких ребят никогда не вырастут жестокие взрослые. В этом году число участников доброй. Акции выросло. К ней уже присоединились ученики других классов. В следующий раз, уверяют дети, желающих помочь питомцам приюта станет еще больше. Алина Чемерес, Артем Сулайманов, События. В преддверии Нового года программа телеканала «Самараги» «Справо на маму» готовит особый выпуск. Это социальный проект, направленный на укрепление семейных ценностей, особенно необходимых тем, кто был лишен семьи с детства. Он оставался в детском доме, а я избегала оттуда. Я много раз такое было. И потом, когда я приезжала обратно, я видела его, я уже тогда вот, если меня уже, ну, я поняла, что не имеешь права его бросать. Сегодняшние сироты – это дети, пострадавшие от собственных родителей или никогда их не видевшие. У них нет представления о позитивной модели семьи, и в будущем им сложно создать свое. В детских домах не могут дать опыт нормальной семейной жизни. Для этого необходимо отношение со значимым взрослым. А ведь такие взрослые у многих из воспитанников есть. Это их братья и сестры, которые уже покинули стены детского дома. Порой не получается как-то у них встречаться и сестры, и братья заняты уже у всех, и свои семьи, и дети. Но такие встречи – это дорогого стоит, обязательно это нужно. Наш новогодний проект мы придумали для того, чтобы воспитанники детского дома не чувствовали себя сиротами. Чтобы они смогли встретиться со своими родными, которые сейчас строят свою жизнь вне стен сиротского учреждения. Чтобы те и другие в рождественской атмосфере начали создавать свой первый семейный альбом. В этом нам помогла шеф-редактор и ведущая программы события Инга Пейнер. Ее увлечение фотографией легло в основу этого проекта. Здорово, что они такие поводы придумываются. Это, мне кажется, лучше, чем приехать в какое-либо такое официальное казенное учреждение, где находятся дети, подарить им клетчик с подарком каким-то сладким, от которых у них потом будет диатез и болеть печень. И уехать, подумав о том, что ты сделал доброе, прекрасное. Может быть, тебе даже дети улыбнулись. А здесь они просто имели возможность как-то день провести несколько иначе. Может быть, этот день запомнится за весь этот месяц, декабрь, как главным днем этого декабря. Специальный выпуск программы «Право на маму» выйдет в эфир 26 декабря в 19.35. После этого герои нашей программы получат в подарок семейные фотографии, память о теплой встрече и свидетельство того, что они не одни в этом мире. Инесса Панченко, Инга Пенни, Рождем Сулайманов, События. Детский сад, в котором единовременно могут заниматься 300 малышей, открылся в Южном городе. На его строительство и оснащение потратили более 200 миллионов рублей. Своих первых воспитанников садик готов встретить уже сейчас. Набраны первые три группы. Алина Чемерис побывала на новоселье. Подвижные игры, уроки танцев. Сегодня малыши только знакомятся друг с другом и с воспитателями. Ирина Сергеева радуется. Теперь садик в сотне метрах от дома. А раньше приходилось далеко ездить. Очень рада, конечно, что мы сюда попали. Садик новый, отличный интерьер. Красивый, яркий. Ребенку понравился, я беру. Так что, думаю, с спокойной душой его сюда приведу и оставлю на целый день уже. Лукоморье – уже второй детский сад в Южном городе. Его открытия здесь ждали сотни семей. Спортивный и музыкальный залы, помещение для игр и даже бассейн. Комнаты в группах оснащены интерактивными досками. Условия созданы и для маломобильных граждан. Светло и просторно. Каждая группа рассчитана на 25 человек. Эта спальня готова хоть завтра встретить своих первых постояльцев. Теплое одеяло, новое яркое постельное белье. Спать на таких кроватях малышам точно будет комфортно. Кабинет психолога, кабинет логопеда. Есть комната технического творчества, где мы будем с ребятишками изучать робототехнику и, конечно же, математику. Это основа основ. Для нас это приоритетное направление развития элементарных математических представлений у дошкольника. В этом году в регионе открылось 9 новых детских садов. Сейчас строят еще 5. Только в Южном городе сегодня проживает около 700 дошкольников. Здесь много молодежи, здесь много малышей. Очень много малышей в возрасте от 0 до 3 лет. Поэтому этот детский сад далеко не последний. Уже заложена основа еще для одного уже третьего детского сада. Я думаю, что в год по садику мы здесь будем делать. В следующем году здесь планируют начать строительство еще одного, уже четвертого детского сада, который сможет вместить около 600 малышей и станет одним из крупнейших в стране. Также в 2017 в Южном городе откроется школа. Алина Чемерис, Константин Головин. События. Путешествовать из Пензы в Самару теперь можно в Вагоне знаний. Проект с таким названием придумали специально для школьников, чтобы сделать их экскурсии еще познавательнее. Первыми участниками стали 240 школьников из Пензы. Своими впечатлениями от поездки они поделились с нашим корреспондентом. 4,5 часа в пути и вот он, Самарский вокзал. На перроне волнения, ведь юные гости из Пензы первые участники межрегионального проекта Вагон знаний. Уже из названия понятно, что в поезде скучать не пришлось. А школьникам рассказывали о городе, в который они едут. Вот так, чтобы на поезде, куда-то вот так далеко, без родителей, сопровождения взрослых, близких, мы впервые. Есть предвкушение как-то нового, то, что будет у нас Самара космическая. На вокзале школьников встречали герои мультфильмов, экскурсоводы и первые лица города. Эта первая туристическая поездка откроет целую линейку железнодорожных туров для школьников. Самарцы тоже смогут отправиться в познавательный уикенд в Пензу, но уже в следующем году. Для таких путешествий, считают эксперты, поезд один из лучших вариантов. Стоимость перевозки, она, соответственно, конкурирует и с автобусными перевозками и становится доступным именно для организации школьных групп. И мы делаем именно в развитии межрегионального сотрудничества ставку именно на такой формат работы со школьными группами. Целый день будет у пензельских школьников, чтобы познакомиться с Самарой. Даже мороз в минус 21 им в этом не помеха. В теплых автобусах они объедут весь город с обзорной экскурсией. И обязательная точка остановки, и такая долгожданная для многих школьников, это музей «Самара космическая». Валерия Макарова, Максим Гусев, События. Здоровье спортсменов в надежных руках. Больница Середавина уже сейчас готовится к чемпионату мира по футболу. Отделение ремонтируют, оснащают высокотехнологичным оборудованием. Врачи учат английский язык, чтобы оказывать помощь гостям чемпионата из разных стран. Как будут лечить во время мундиаля, узнала Марина Матвейшина. Команда врачей борется за здоровье пациента. Несколько человек работают слаженно, как исправный часовой механизм. Движения отработаны и точны. В помощь волшебным рукам хирургов – высокотехнологичное оборудование. Операционные больницы Середавина оснащают в преддверии чемпионата мира по футболу. Учреждение будет главным по приему пациентов во время мундиаля. А потому уже сейчас больницу приводят в соответствии всем мировым стандартам и требованиям ФИФА. Ремонт отделений, оснащение высокотехнологичным оборудованием, создание условий комфортности и приватности. Мы ожидаем, конечно, в первую очередь подготовку спортсменов от спортивной травмы. Конечно, в эту очередь большего упора будет сделана подготовка травматологии и спортивной медицины. И, конечно, нельзя исключить пациентов с острым коронарным синдромом, потому что все равно это переживание, это стресс. Возможные нарушения, которые связаны будут с питанием. То есть фактически весь спектр, который связан с острым состоянием. То есть мы, в общем-то, ничего не боимся, ожидаем принять все, что к нам придет. Из опыта проведения прошлых чемпионатов в больнице ожидают около тысячи обращений от спортсменов и гостей города. Официальным языком чемпионата мира является английский язык. Об этом предупреждены также и все приезжающие. Для адекватной подготовки, в том числе медицинских работников, нами разработана внутренняя программа обучения совместно с Медицинским университетом, специальные глоссарии для врачей, для среднего медицинского персонала, диалоги. В настоящее время мы уже проводим обучение нашей команды. Жители Самарской области во время чемпионата не почувствуют недостатка внимания врачей. Будет разработана схема приема так, чтобы медицинскую помощь в полном объеме получили все пациенты. Марина Матвеевична, События. Новоселье к Новому году. Самарский регион удерживает лидирующие позиции по строительству нового жилья в Приволжском федеральном округе. Квадратный метр в новостройках выбирают многие военнослужащие Самарского гарнизона. В последние годы вопрос с квартирами для военных острым назвать уже нельзя. Обещанное государством жилье получить стало проще, тем более есть выбор. Марина Кравцова побывала в гостях у семьи военного и увидела, как живут защитники Родины. Из окна вид на Волгу. Просторная, светлая трехкомнатная квартира. Именно такую и хотела семья Войцеховских. Ремонт делали сами, делали так, как хотели. Оно и чувствуется по-другому, когда идешь со службы, идешь домой. Это уже настоящий дом, свой дом. Придирчиво выбирали и район. В семье трое детей. Старших уже устроили в школу в двух шагах от дома. Недешевое приобретение не ударило по семейному бюджету. Деньги на квартиру, субсидии от Министерства обороны. Руслан Войцеховский в вооруженных силах служит больше 20 лет. И в запас не торопится, надо еще детей на ноги поставить. Без крыши над головой не останется ни один солдат или офицер. Только в этом году в Самарской области жилье, включая служебное, получили больше 800 семей. Есть выбор, либо переехать в готовую квартиру, либо стать участником военной ипотеки. А ее можно оформить уже через три года службы. Либо приобрести квартиру самому на субсидии. Он сам выбирает, квартира, либо жилищные субсидии. Если военнослужащий выбирает квартиру в том или ином населенном пункте, то все зависит от скорости, с которой он предоставит нам документы. Конкретный пример. У меня был один военнослужащий в начале этого года. В так называемую очередь, если это можно так сказать, он состоял ровно 43 дня. Самый популярный вариант – жилищные субсидии. Учитывая, что в среднем на покупку квартиры военные получают около 6 миллионов рублей. Сумма зависит от состава семьи и срока службы. За пять лет собственные квартиры получили больше двух тысяч военнослужащих из Самарской области. И сейчас можно говорить о том, что очереди как таковой на получение жилья уже и не существует. И причем не приходится довольствоваться тем, что дадут. Каждый военный и его семья могут выбрать ту квартиру, о которой мечтали. Определиться с домом, этажом, планировкой, метражом. Исправить новоселье достойно защитника Отечества. Марина Кравцова, Максим Гузев. События. Участники элитного клуба «Что, где, в звезде» – именно так именуют себя самарские КВНщики. Пять лучших команд из областных вузов разыграли в финале городской лиги звания самых веселых и находчивых. О лучших юмористах Самары расскажет Андрей Горгуленко. Остроумные шутки – уморительные миниатюры. После выступления каждой из пяти лучших команд КВН Самары в зале долго еще звенел смех и сияли улыбки. Потому и выбрать самую веселую для жюри оказалось непросто. В этой игре видно было, что некоторые команды волновались. Но самое интересное, что все пять команд вышли на уровень финала, на уровень лучших команд Самары. За шуточными баталиями на сцене наблюдал и первый заместитель мэра Самары Владимир Сластенин, не пропускающий ни одной игры. Очень здорово, что наша молодежь не растеряла то, что было заложено полвека назад. Мы любим юмор, мы бичуем наши недостатки. И мы, я вижу, весело живем. Студенчество, молодежь – это здорово. Победителем финала стала старая новая сборная из Самарского университета. А главный индивидуальный приз КВНщик года получил ее капитан Никита Коваленко, который стал первым в Самаре двукратным обладателем этой награды. Мы весь сезон играли не только здесь, но еще и в Центральной лиге по Волжье. Много всего сделали за этот год, поэтому стали чемпионами. Надеемся, что пойдем не просто куда-то, а куда-то повыше. Упорно готовились, все переписывали в последний момент, но в итоге все получилось. Это самое главное. Теперь у победителей впереди 10 дней отдыха, а затем начнется подготовка к международному фестивалю в Сочи, где шутки ребят будет оценивать сам Александр Масляков, президент клуба веселых и находчивых. Андрей Горгуленко, Артем Слайманов, События. Прошедшая неделя запомнилась нам именно такой. А я желаю вам хороших выходных и отличного предновогоднего настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова